Наши спикеры сегодня это Марина Золотова, Тутбай, добрый день Марина, мы вас не слышим. Добрый день. Павел Свердлов, Еврорадио, добрый день Павел, Петр Кузнецов, сильные новости, и Гомель, добрый день Петр, и Виктор Марчук, Брестская газета. Добрый день Виктор, добрый день, отлично. Напоминаю всем участникам, что вы можете писать свои вопросы в чат, тогда я их зачитаю, или вы можете также в этом же чате попросить слово и тогда мы включим вам камеру и звук, чтобы вы смогли задать свои вопросы лично. Также напоминаю, что у нас идет параллельный перевод, и вы можете внизу нажать на глобусик и выбрать там английскую дорожку, если вам так удобнее слушать. Еще я прошу всех участников переименоваться в формате имя, фамилия и медиа, так нам будет удобнее понимать, кто вы, и задавать вопросы. Ну все, вступительное слово все, тогда давайте начнем. Уважаемые спикеры, а вы были предупреждены, да, о том, что будет от вас вступительное слово? Хотел спросить сразу. Или лучше задать вопрос? Да, были. Окей, хорошо. Хорошо. Тогда давайте начнем с вступительного слова. Марина, давайте начнем с вас. Да, добрый день еще раз. Я вступительное слово не готовила, потому что, видите, ситуация меняется каждый день, но меняется в плане работы СМИ в сторону ухудшения. То есть то, что сейчас происходит с народной волей, мы видим вчера очередное решение суда, очередное решение так называемого суда, я бы сказала, в отношении Олега Грозделовича. И вот эта ситуация, честно говоря, меня беспокоит больше всего, потому что фактически это значит, что к любому из нас, к любому из ребят, работающих на акциях протеста, могут прийти в любой момент домой, отвезти в РУВД, потом на Крестино совершить вот такой очередной суд и отправить на 15 суток. То есть здесь уже тебе не помогает... Если раньше, например, это... Помните, как раньше развивалась ситуация, то есть летом были случаи массового задержания, журналистов их увозили там на несколько часов в РУВД, якобы до выяснения личности. Потом были случаи, когда людей... Они продолжаются до сих пор, когда людей задерживают на акциях, потом их судят за якобы участие в акциях или там невыполнение законных требований сотрудников милиции. И за это уже многие получили сутки. Вот. Теперь ситуация дошла до того, что к людям приходят просто домой. И это вообще капец. Это ставить нашу работу в какие-то совершенно безумные условия. Я не помню, чтобы что-то подобное вообще когда-либо было в нашей истории. Когда мы фактически не можем выполнять свою работу нормально. Я не говорю на законных основаниях, потому что, в принципе, всё, что мы делаем, мы делаем на законных основаниях. Но использовать слово «закон», когда закон не работает, ну, бесполезно, бессмысленно. Потому что ты можешь только констатировать то, что не работает. Вот. Ну, и в этих условиях мы всё равно продолжаем работу. И, естественно, мы будем продолжать это делать. Ну, как остановить беспредел? Мне кажется, это возможно только при новой власти, да? То есть при дальнейшем нарастании насилия и агрессивного поведения со стороны силовиков, мы понимаем, что какого-то более гуманного отношения ни к людям в целом вообще, да? Ни к журналистам не будет. Вот. Поэтому настроение у нас, как сказать, то есть мы это всё осознаём, но при этом мы не опускаем руки, нет какого-то отчаяния или уныния, но мы продолжаем работать. Вот. Ну, конечно, эта ситуация не то, что беспокоена, а просто возмущает до глубины души. Спасибо, Марина. Павел Сердлов, Еврорадио. Павел, вам слово. Да, всех приветствую. Я тоже не сильно-то готовил это вступительное слово. Всё, что сказала Марина, это всё справедливо. Действительно, к любому журналисту могут прийти домой, как показывает практика, обвинить его в том, что он не работал, а участвовал в акции, забрать и осудить на 15 суток. Я бы ещё хотел обратить внимание на суд, который происходит сегодня. Сегодня вот с утра в Минске судят, её по-разному называют. Кто-то называет журналистом-фрилансером, а кто-то называет фотографом-любителем. Катерину Медведеву, которую задержали накануне на марше людей с инвалидностью. То есть, условно говоря, это просто человек с фотоаппаратом, с профессиональным, который пришёл и фотографирует то, что происходит, вот этот вот самый марш. Катерина не сотрудничает ни с каким изданием. Она просто отправляет свои фотографии, значит, нам, да, и другим изданиям по Телеграму. То есть, это тот самый юзер-дженерейтед контент, на который мы все надеялись в связи с тем, что журналисты лишились права на то, чтобы работать на массовых мероприятиях, и журналисты больше не являются защищёнными из-за того, что у них нет, ну, у них есть редакционные удостоверения, но эти редакционные удостоверения больше ничего не значат для правоохранительных органов и судов. То есть, власти предпринимают уже шаги и в сторону того, чтобы запугать, ограничить людей, которые снимают контент для нас, и закрыть даже вот эту вот возможность освещения массовых мероприятий. Ну, тут тоже можно вспомнить кейс сотрудника Белсата Олеси Любинчука, который был задержан в гостиничном номере. У него был номер с видом на протестную акцию. Они прекрасно угадали, вот где он должен находиться в безопасности, чтобы хорошо видеть оттуда, как развиваются события. Однако так получилось, что к нему в дверь постучали. Он подумал, что это сотрудники отеля, а это были силовики. Человека тоже обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии по сфальсифицированным протоколам. Свидетели анонимные, которые рассказали совершенно другую историю. Вот, соответственно, журналист был в нескольких десятках метров от акции в здании, где ничего не происходило, но, тем не менее, он был арестован и отсидел свои 15 суток. Вот, как бы, такая ситуация. Тоже два таких случая, о которых я хотел сказать. Спасибо, Павел. Петр Кузнецов? Я вижу, что Юлия подняла руку. Я не знаю, как это, что значит. Я просто хочу задать вопрос, может быть, прежде, потому что, Павел, ты ничего не рассказал про аккредитацию. В вашей ситуации еще у вас все люди лишены аккредитации, и что с корреспондентским пунктом? Может быть, расскажи новости, что происходит у вас. Да, давайте я расскажу в двух словах. Еврорадио работает в Беларуси как иностранное средство массовой информации, главный офис наш в Польше. И в начале октября все сотрудники, которые были аккредитованы, потеряли свои аккредитации. Формальный повод был, это то, что Министерство иностранных дел приняло новое положение в аккредитациях и теперь хочет провести переаккредитацию всех журналистов иностранных, которые работают в Беларуси. Мы подали заявки. В течение пяти дней нашим сотрудникам должны были выдать временные аккредитации, в течение месяца постоянные. И через пять дней мы получили уведомление о том, что огромная очередь, значит, мы не справляемся, ваши заявки мы будем рассматривать дольше. Они рассматриваются до сих пор. Та же самая ситуация с заявками на постоянную аккредитацию. Значит, позавчера еще отдельно у нас был аккредитован корреспондентский пункт. Решение об этом принимает Совет министров, вероятно, по представлению Министерства иностранных дел. И позавчера у нас истек срок аккредитации корреспондентского пункта. Это решение принимается каждый год новое. То есть в данный момент мы не имеем ни бумаги о том, что мы должны прекратить деятельность корреспондентского пункта, ни бумаги о том, что нам разрешено еще год находиться в Минске и поддерживать работу корреспондентского пункта. То есть это приблизительно такая же подвешенная ситуация, как и с журналистами. Ну и тоже могу сказать, что вот сегодня звонили из налоговой, например, да, и говорят, так вам разрешено дальше вести хозяйственную деятельность или нет? Да, ну мы им говорим, позвоните в СовМин, пожалуйста, и там вам, наверное, объяснят. То есть вот такая вот подвешенная ситуация. И, вероятно, новые удостоверения, которые выдает МИД, являются такой индульгенцией для работы на массовых акциях. То есть мы видим, что, например, сотрудники информагентства «Спутник», которых на этих акциях задерживают, они через там 2-3 часа выходят из отделения милиции без протокола. Сотрудников белорусских СМИ с удостоверениями белорусских СМИ из милиции не выпускают, составляют на них протоколы, судят и сажают на сутки арест. Спасибо, Павел. Хочу передать слово Петру Кузнецову. Добрый день. Еще раз. Тоже я, конечно, не готовил этого выступительного слова. Я хочу сказать просто, опять же, все то же самое, наверное, что сейчас может сказать любой. Сейчас в Белоруссии СМИ работают в условиях полного дефолта закона, полной девальвации, полного уничтожения правового поля. В этом смысле мы как бы с этим столкнулись очень плотно в своей работе. Больше месяца назад, еще со 2 октября, начались задержания и аресты наших сотрудников, обыск в офисе. И прошлая неделя была первая неделя и за весь этот период, за месяц, когда мы неделю прожили без арестов. А так у нас каждую неделю кого-то арестовывали, задерживали, значит, доставляли в РОБД на опросы и что-нибудь еще в этом роде. Вот. Первая неделя в течение месяца, когда можно было у нас немножко более-менее спокойно работать, это на самом деле катастрофа для нормального рабочего процесса. Вот. Но я как бы смотрю на эти вещи, я понимаю ситуацию таким образом, что журналисты и медиа, мы в этом смысле сейчас не отличаемся, мало чем отличаемся от обыкновенных людей, от обыкновенных белорусов, потому что, вот смотрите, как бы к нашему редактору приходили домой, забирали месяц назад из дома, а вчера человека убили, позавчера человека убили, Романова просто во дворе тоже своего дома, который просто вышел из дома и подвергся избиению и вчера умер. То есть власти сейчас, они абсолютно как бы пренебрегают любым законом в отношении тех, кого они считают врагами. И совершенно очевидно, что независимые СМИ, они считают, они тоже считают врагами. Совершенно очевидно, что они, наверное, бы уже от нас избавились любыми методами, если бы не тот сдерживающий фактор, что на сегодняшний день, если избавиться полностью от СМИ, то информационное поле полностью перейдет под контроль телеграм-каналов, с которых уже вообще ничего не спросишь и которые будут еще больше создавать информационного шума и хаоса. Поэтому в этой ситуации, честно говоря, оптимизма мало, но наше настроение, оно, нашей редакции достаточно простое. Мы через все наши обсуждения, через множество обсуждений этого всего прошли и пришли к одному очень простому выводу. Это наша работа. Если кто-то, и мы в этой реальности ничего с нашей работой не сделаем. Мы можем только либо отказаться от работы, либо продолжать свою работу делать. Поэтому мы делаем дальше свою работу и собираемся ее дальше делать. Спасибо. Извините, пожалуйста. Можно мне добавить немножко к словам Петра? Тут действительно ведь я как раз хотела обратить внимание на то, что в регионах у людей ситуация еще более сложная, чем в Минске. Потому что, ну, если говорить о работе на протестных акциях, то в Минске хотя бы не все журналистов еще знают лицо. Вот, во-первых. Во-вторых, им можно смешаться с толпой в регионах. Это невозможно сделать вообще. Ну, во-первых, потому что там всех журналистов знают. Во-вторых, потому что там акции совсем, акции протеста немногочисленны именно потому, что там жесткими репрессиями все разогнали. Вот. И ребята в регионах, журналисты в регионах гораздо более уязвимы, еще более уязвимы, чем в Минске. Хотя кажется, что куда уж дальше, да, все то, что мы наблюдаем в Минске, но в регионах, они совсем без защиты. Спасибо. Виктор Марчук, продолжаем тему регионов, Брестская газета. Добрый день еще раз. Я, в отличие от моих коллег, все-таки нашел немного времени и кое-что приготовил. И поскольку я вот из сегодняшних спикеров единственный, кто может еще похвастаться бумажной версией издания, я, конечно же, не мог не обратить на это внимание. И хочу показать вам первые полосы Брестской газеты, еще и потому, что, на мой взгляд, они, в общем-то, отражают ту динамику ситуации, в которой нам сегодня приходится работать. Я включу демонстрацию экрана и прокомментирую те картинки, которые я приготовил. Видно? Да, да. Вот это наш номер, первая страница нашего номера, который вышел на следующей неделе после 9 августа. Поэтому я могу утверждать, что охота на журналистов, во всяком случае, в Бресте, началась с первых дней массовых акций и протестов. Потому что это фотография нашего внештатного корреспондента Сергея Некрашевича. А 11 августа он и корреспондент Тудбай Стас Коршунов были задержаны, причем задержаны очень жестко. их ОМОНовцы отвели во двор, били по ногам, по ягодицам, потом посадили в микроавтобус и отвезли в БВС. Это следующий номер Брестской газеты, первая полоса. после вот этих жестких репрессий в первые дни, ну, следует справедливости ради отметить, что наступило некоторое затишье. Это вот площадь, главная площадь Бреста, массовый митинг. Ну, здесь вы можете видеть, сколько было людей, все было занято. Это следующее воскресенье, следующий митинг. Ну, вот мы поставили эту фотографию, потому что здесь два флага, нынешний официальный и бел-червоно-белый. Эту фотографию нам предоставил вышедший уже к тому моменту из ИВС Стас Коршунов. Вот еще один номер. Это плакат брестской художницы, известной художницы Анны Редько. Она в прошлом году Брест отмечал тысячелетие и именно она стала автором логотипа празднования тысячелетия города. Сейчас вот она рисует вот такие плакаты. У нас был разворот, там тоже были ее плакаты. Потом следующий номер мы посвятили именно журналистам. Был такой заголовок у нас журналисты на марше. Это вот первая полоса, вот разворот, который мы сделали в своей газете. То есть представили здесь всех тех журналистов, которые представляют независимые СМИ и которые работали на марше. И как уже передо мной говорили, как Марина говорила, что в принципе несмотря на то, что Брест город в общем-то не маленький, но журналистов независимых СМИ здесь не так много и журналистов работающих работающих на акциях тоже не так много. И в принципе вот большинство из здесь представленных людей, они все побывали в ЮС и СИЗО. Это следующая наша первая полоса, когда Бресте впервые на акцию вышли пенсионеры. Это было первыми, конечно, вышли в Минске, а через неделю вышли в Минске и в Бресте. И здесь хотел бы обратить внимание вот на вот эту картинку. В Бресте проходила фотовыставка и цитата, которую сказала куратор этой выставки «В нынешних реалиях белорусские женщины-рулят». И теперь переходим непосредственно к журналистам. Это наши теперь уже внештатные журналисты Роман Чмель и Максим Хлебец. после они отсидели трое суток в ИВС. После этого состоялся суд. Суд отправил дело на пересмотр. Вот они на заднем плане вы можете видеть дом правосудия. Здесь же Марина Колесникова. Мы подписали ее на Брестскую газету, отправили в СИЗО, где она сейчас находится, и она нам прислала ответное письмо. Сюда мы тоже вынесли цитату Брещане в Авергоне. Здесь опять же люди, которые прошли через ИВС, через СИЗО. Это известная теперь уже в Бресте пенсионерка Елена Гнаук, которая уже несколько раз сидела по 10-15 суток. Вверху молодая дедушка, 25-летняя, которая сейчас тоже находится в СИЗО, обвиняется по уголовной статье за, я думаю, вы слышали, за хоровод, который был в Бресте на перекрестке проспекта Машерова и Белара Шевченко. Тогда же впервые в Беларуси был применен водомет для разгона демонстранта. И закончу вот этой первой полосой. Здесь на свободе после 30 суток это наш коллега, выпускающий редактор газеты Церква, замечательный человек, краевед, отсидел 30 суток, то есть два раза по 15 ему дали. Вверху еще один человек, который уже пять раз побывал на сутках, тоже был он у нас в редакции, мы с ним беседовали, тоже отличный, замечательный человек, программист, но сегодня такие времена, что идет охота на людей и идет охота на журналистов. по поводу задержания Игоря Варановского могу сказать так, как мы узнали свидетелей этого задержания, то есть милицейский начальник просто пальцем указал на него и его забрали, то есть реально идет охота на людей и на журналистов. Все, в общем-то, я закончу. Спасибо. Да, ну напоминаю всем участникам, что вы вопросы приходящие можете писать в чат. Юля, да? Да, я хотела бы чуть-чуть озвучить несколько довольно-таки страшных цифр о том, что сегодня происходит с журналистами. Эти цифры я подводила итоги позавчера. Уже сегодня, к сожалению, они еще хуже, но я не успела сегодня обдейтнуть их, приношу извинения. Значит, на позавчера мы имели 333 случая задержания журналистов, 60 случаев физического насилия, 3 ранения и уже около 700 суток ареста суммарно получили белорусские журналисты независимых медиа. Благодарю, здесь надо, нету, наверное, представителей Белорусской Ассоциации журналистов, это цифры, которые на основе их таблицы я смотрела. может быть, есть смысл еще добавить, что прямо сейчас 17 журналистов тоже находятся за решеткой. Да, прямо в этот момент 17 журналистов находятся за решеткой и прямо в этот момент, я так понимаю, арестован тираж народной Марина к нам не присоединилась, Антон? Ну, я не вижу, да, пока что. Окей, я сейчас у нее спрошу. Если можно, я бы еще задала вопрос нашим спикерам, и я бы попросила всех ответить на этот вопрос. что в этих условиях происходит с тиражами, если мы говорим о газете, с аудиториями, если мы говорим о СМИ в интернете. Попросила бы каждого ответить на этот вопрос, если можно начать с Виктора Марчука. То есть изменились ли ваши формы взаимодействия с аудиторией, стал ли контакт более тесен, и что происходит с тиражами как таковыми? Что касается бумажной версии, он растет, ну, скажем так, небыстрыми темпами, но растет. Здесь, я думаю, сказано два фактора. Первый это сезонность, так было, в общем-то, всегда происходит с бумажными версиями. Осенью, когда у людей заканчивается отпуска и работы на даче, значит, появляется больше интереса именно к бумажной версии газет. Но сейчас, я думаю, это еще и связано с тем, что все-таки народ хочет знать, хочет читать правду. поскольку мы в Бресте единственная газета, кто действительно отражает объективно происходящее событие в стране, в городе, поэтому, я думаю, к нам таким образом проявляется интерес повышенный. хочу отметить, что начался ноябрь, у нас, если раньше было около 25% подписчиков, на ноябрь у нас 27% подписчиков. Нас это, в принципе, радует. Что касается сайта, ну, здесь я не могу сказать, что отмечается какой-то рост, но есть у нас определенные проблемы с сайтом, я думаю, отчасти они связаны с тем, что тут вмешивается, скажем, так, в интернет пространство вмешиваются власти, периодически там отключают, тормозят интернет, еще неизвестно, что там с ним делают, ну, в общем, что-то делают. Нехорошее то, что явно не способствует увеличению количества посетителей на сайте. Но, опять же, как ответная реакция на действия властей, мы с недавних пор завели телеграм-канал, и у нас уже там больше тысячи посетителей, ну, да, в сравнении с другими это, конечно, немного, но, в принципе, нас это тоже радует, потому что, ну, за пару месяцев мы такую цифру набрали, я считаю, что это, в принципе, хорошо. Ну, что касается самой редакции, или, может быть, это мы потом уже об этом поговорим, по поводу людей из штата, там. Это был мой второй вопрос, давайте сначала пройдемся по аудитории. Да, на первый, я думаю, что, ну, вот таким будет мой ответ. Спасибо. Кто следующий на эти вопросы хотел бы ответить? Петр, может быть, вы? Что у вас? Я вижу, Павел включил микрофон, может, Павел. Ага, Павел, да. Павел уже как выключил, так и выключил, да, но, конечно, могу в двух словах рассказать. У нас с 9 августа заблокирован сайт, мы сделали зеркало, и ощущали довольно серьезный провал, но не в августе, а в сентябре. То есть в августе люди были готовы пользоваться прокси, в сентябре появилось больше выбора, вероятно, да, они уже огляделись, как бы осмопелись, вот. Но некоторые источники трафика, такие, как на удивление Яндекс.Дзен, которые мы все ругали, да, они позволяют нам ну, компенсировать это падение, почему-то блокировка сайта не работает в случае с Яндекс.Дзеном, вот. И поэтому все-таки ну, есть, есть на нашем сайте люди, хотя мы там лишились почти всего поискового трафика из-за блокировки и части трафика из соцсетей. Вот. Что мы сделали? Мы ушли в соцсети чуть больше, чем полностью, на YouTube и в Telegram, вот. Ну, также в Facebook все это серьезно выросло, там, YouTube вырос в четыре раза, Telegram в восемь раз, что-то такое, да, вот. И это позволило нам по-прежнему общаться со своей аудиторией и очень быстро все, что мы хотим ей сообщать. пока не заблокировали YouTube и соцсети, хотя мы уже видели, уже и Telegram во время массовых акций притормаживает и в принципе YouTube был заблокирован в первые дни после выборов вместе со всем остальным, да, поэтому, ну, подвижки кое-какие есть в этом направлении у властей, прогресс, скажем так, регресс, да, вот, но пока все это работает. Окей, спасибо. Я могу рассказать тоже немного про цифры. Да, пожалуйста. Август, конечно, у нас был рекордным, то есть, если сравнивать с, допустим, хорошими показателями конца 2019 года, то аудитория, то просмотров страниц на портале было ровно двое больше, ну, за месяц. То есть, дальше у нас пошел сентябрь-октябрь некоторый спад, но опять-таки относительно каких-то других периодов все равно это цифры значительно больше, чем наша обычная посещаемость. Но, действительно, самый большой прорыв, самый большой успех, это вот два направления, это соцсети и видео. Соцсети, естественно, основной это Телеграм, потому что, когда, ну, в мае, наверное, у нас было порядка 30 тысяч подписчиков на нашем основном канале в Телеграме, сейчас у нас там порядка 450, или даже уже больше, я давно не смотрела, и Телеграм как источник трафика дает нам сейчас больше всего переходов, ну, если говорить про социальные сети, то есть там в сравнении с другими социальными сетями, типа там ВК, Facebook, ну, на первом месте Телеграм, на втором Instagram. Вот, и, естественно, YouTube, потому что мы, ну, у нас относительно недавно там летом мы завели YouTube-канал Тутбай Политика, очень быстро получили там серебряную кнопку, и, ну, то есть до 100 тысяч довели количество подписчиков, и, естественно, там не могу сказать уже в миллионах, какой сейчас у нас количество миллионов просматров в месяц, ну, в общем, в сравнении с большим каналом, именно Тутбай Политика на YouTube набирает гораздо больших просмотров, по-моему, там в три или в четыре раза. Спасибо. Петр? Так, ну, я скажу, что, ну, во-первых, у нас специфика, ну, такая ситуация, у нас достаточно стабильная аудитория по количеству читателей, потому что, во-первых, мы, в отличие от большинства, не присутствуем вообще в том же самом Яндекс.Зене, про который упоминал Павел, и поэтому на количестве как бы аудитории редко сказываются какие-то там события, которые оживляют вот эту среду. то есть у нас где-то порядка наших 800 тысяч уникальных пользователей в месяц, которые были до этих событий, они выросли где-то до миллиона сто тысяч в месяц в течение августа-сентября. Количество читателей из Гомеля выросло с 300 тысяч в месяц до 340 тысяч в месяц. Количество просмотров выросло в эти месяцы где-то на процентов 70, наверное. То есть люди не так увеличилось количество уникальных посетителей, как увеличилось количество просмотров, то есть люди однозначно больше читали. Естественно, тоже подросли YouTube и соцсети. YouTube вырос в два раза, Telegram вырос в два раза, как бы и то, и то выросло с 10 тысяч до 20 тысяч. Наш Telegram там 25 тысяч сегодня, конечно, это не тупай, но среди региональных медиа, насколько я знаю, он самый большой. Ну, как бы региональные медиа, к сожалению, или к счастью, они в принципе не могли и не могут в соцсетях добиться такого роста на таких событиях, как национальные СМИ, как тот же Еврорадио, либо Белсад, либо Радио Свобода, потому что внимание всей страны в определенные моменты приковано к акциям протестным в центре, к этим стримам. И вот, допустим, когда сразу после выборов в кавычках происходили протесты везде, в том числе и в Гомельской области, и на БМЗ огромные акции, мы делали стримы, и тогда очень сильно рос тоже YouTube. А потом, когда это все в регионах как бы все успокоилось, для нас это все расти перестало. В данном, вот на сейчас прямо как бы мы чувствуем хороший такой спад примерно, да, там уровня плюс 20% к обычному. То есть не плюс 70% к обычному, как было на ПИКе, а где-то плюс 20% к обычному. В вопросе звучало по поводу общения с аудиторией. Я хочу сказать, что в этот момент, особенно, когда на нас давили, мы очень хорошо увидели, что наша аудитория очень лояльна. Все-таки это наша как бы гомельская аудитория, родная, мы с ней 10 лет, значит, и она действительно очень лояльна, и когда нам было особенно трудно, то есть когда три человека было арестовано, трех человек пришлось с оборудованием спрятать там, и когда было видно, что нам просто не хватает людей, и для того, чтобы перестраховаться, нам понадобилось нанять еще сотрудников, понадобилось оборудование докупить, и мы объявили сбор средств, то мы были просто очень сильно удивлены результатом, очень сильно, да, и особенно тем, как это людьми комментировалось, которые писали просто в сопровождении этих своих переводов, что всегда вы все делали для нас, теперь это была наша очередь делать что-то для вас. Поэтому, конечно, в это тяжелое очень время все равно есть огромный плюс в том, что мы начинаем понимать и чувствовать друг друга как раз наши мечтатели, это классно. Окей, спасибо. Но у нас тут есть вопросы, которые пришли... Можно, Антон, извини, пожалуйста, давай чуть-чуть позже к вопросам, поскольку мы заговорили... Я просто думаю, что у нас 20 минут осталось не так на самом деле. Сейчас мы заговорили о лояльности, есть важная тема, которую сейчас очень важно осветить. Мы с тобой сделали немножечко ошибку и переносим извинения. Мы не представили меня сразу как с модератора конференции, хотя между собой об этом договаривались. Меня зовут Юлия Слуцкая, я основатель приз-клуба «Беларусь». Я хотела спросить у Марина про лояльность. Я видела, что вы запустили и видела рекламу в телеграм-канале очень интересную штуку, когда люди просто физически, ну, то есть ваши читатели, ваша аудитория, могут сейчас дать рекламу. Если нечего рекламировать, то могут дать рекламу любого какого-то социального проекта. Я видела, что вы запустили это через телеграм. То есть это такая очень важная штука, которая помогает, во-первых, монетизировать вот эту самую лояльную аудиторию, помогает медиа держаться на плаву, а людям дает возможность вас поддержать. Сработало ли это? Как это работает? Я пока, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, потому что мы только-только это запустили, и я могу собрать информацию и позже написать об этом. Дело в том, что это действительно, пожалуй, единственный легальный способ получить поддержку со стороны обычных считателей, потому что, во-первых, там есть ряд ограничений. Ты не можешь получать просто как издание деньги от кого бы то ни было, то есть мы фактически таким образом у нас люди размещают рекламу, оплачивая социальные компании в поддержку каких-то социальных проектов, и в том числе часть денег идет нам. Мы просто думали, какие еще... Просто сложилась такая ситуация, что нам постоянно люди предлагали свою помощь. Скажите, как вам можно помочь, что можно сделать, и мы пришли к выводу, что вот такая компания это единственный легальный способ вот эту поддержку людей как-то монетизировать. Вот. Какие итоги я отпишу попозже, может быть, сегодня к вечеру. Антон, тогда я передаю тебе слово. Окей, хорошо. Вопрос от Мары Кобекермана, Media Tower Limited. Какие меры может и должен предпринять Запад, чтобы остановить репрессии против журналистов и защитить журналистов от этих репрессий? Кто хочет начать? Вопрос для всех спикеров. Ну, давайте я начну. Да, пожалуйста. Вообще, мне кажется, что Еврорадио так долго работало и работает в Беларуси исключительно благодаря тому, что на высоком дипломатическом уровне шли переговоры, проводилась работа с самыми разными белорусскими органами о том, что должна пресса работать свободно, должно быть право у иностранных журналистов работать в Беларуси. Это все годами объяснялось, постулировалось и таким образом мы, зная об этой работе, ощущали себя защищенными. Сейчас вся эта работа она я не скажу, что вот на смарку, но понятно, что власти сейчас белорусские думают не о том, как все выглядит, а о том, как удержаться на своем месте. Им абсолютно все равно, сколько здесь работает иностранных журналистов. Считают за границей кто-то или все, что в Беларуси пресса работает свободно или считают, что здесь в этом плане авторитарное государство. И эти методы мягкой дипломатии, на мой взгляд, в такой ситуации, они совершенно никак не могут работать и привести к каким-то конструктивным результатам. Это значит, что, как мне не больно это говорить, я все-таки у меня отношение к санкциям, оно такое 50 на 50. С одной стороны, я понимаю их политическую важность и необходимость, с другой, конечно, понимаю, что они могут ударить по уровню жизни обычных белорусов, потому что у кого власти будут забирать деньги на свое жизнеобеспечение, когда они окажутся под санкциями. Тех, у кого они смогут, ну, сначала у нас, у таких, как мы, потом у частного бизнеса, а потом, когда эти источники закончатся, будут страдать и самое, что ни на есть обычные люди. Вот, но все-таки я вынужден сказать, наверное, здесь, что кроме какого-то давления серьезного экономического других средств у Запада повлиять каким-то образом на ситуацию не осталось. Ну, вот, такого мое мнение. Спасибо. Петр, Виктор, Марина, вы хотите что-то добавить или поспорить, возможно? Ну, в формате размышлений, наверное, то есть, мы видим, что какие-либо заявления, требования, публично распространяемые западными дипломатами, чиновниками, общественностью, они, белорусские власти, либо не трогают, либо раздражают. Ну, и как бы две вещи, наверное, мне кажется, важны. Первая, это не забывать про белорусскую повестку, потому что, ребята, то, что у нас происходит, это реально какой-то ужас и кошмар. Та степень насилия, беззаконие, которое происходит сейчас в стране, я не могу просто к этому относиться спокойно. и мне кажется, важно просто, чтобы мировое сообщество не забывало о Беларуси, потому что я понимаю, что что такое там Беларусь с населением, ну, правда, население 9,5 миллионов, когда там, я не знаю, выборы в Штатах, события в Нагорном Карабахе и много-много других событий, но там, я не знаю, коронавирус, но мы переживаем сейчас страшнейшую драму. То есть, вот, то, чтобы Беларусь не исчезала из международной повестки, это очень важно. Я считаю, что Запад может быть посредником каким-то, ну, по крайней мере, пытаться быть посредником в переговорах между Лукашенко и общественностью, я не знаю, там, вместе с Кремлем, без Кремля, каким-либо еще другим образом, но это тоже важно пытаться делать, потому что, ну, ситуация критическая, это правда. Спасибо. Виктор, Петр, вы хотите что-то добавить? Петр, пожалуйста. Ну, вообще, говоря лично, я думаю, что на сегодняшний день это парадоксальная ситуация, но у Запада либо вообще нет инструментов улучшить положение журналистов и белорусов, либо есть один инструмент, к которому ни в коем случае нельзя прибегать. То есть, положение как бы могло бы улучшиться, если бы на Западе вдруг начали сейчас разговаривать с Лукашенко так, как могли разговаривать до выбора. Это, в том числе, перекликается с тем, что говорил Павел по поводу того, что на дипломатическом уровне определенные такие вещи можно решать. Лукашенко пошел в разнос, исключительно понимая, что у него не осталось, нету пространства для маневра. Это первая вещь. То есть, он не может пойти ни на Запад, и на Восток, и Восток он тоже не доверяет. А вторая вещь, это то, что в отсутствии этого пространства для маневра он еще одновременно понимает, что никто не будет вмешиваться сюда силой. И поэтому он может делать с этим народом все, что угодно и как угодно, потому что, в принципе, все мосты его уже сожжены, и все равно с него уже не убудет. Он должен остаться у власти, а потом уже как-то разгребать. Поэтому он сегодня исходит из этого. В этом смысле, опять же, я журналистов даже не отделяю от простых белорусов. В этом смысле сейчас эти 9,5 миллионов людей это просто заложено. А к Западу я присоединяюсь полностью к словам Марины. Надо, во-первых, не забывать Беларусь в своей повестке, говорить об этом, значит, и хотя бы выражать солидарность. Но все равно при этом быть очень-очень аккуратными, потому что мы даже видим по результату войны в Армении и Народного Карабаха, Армения союзник России казалось бы проиграла, а позиции свои упрочила Россия, которая пила туда городворца. Поэтому мы тоже в этом смысле опасны и скользкой ситуации. Виктор, вы хотите что-то добавить? Я поддержу своих коллег в том плане, что Беларусь, несмотря на все другие очень важные события, происходящие в мире, не должна пропадать с повестки дня, потому что если это случится, нам будет еще хуже. Казалось бы, уже дальше некуда, но я думаю, еще есть куда двигаться. Мы еще не на самом дне. Поэтому может быть здесь будут уместны слова, которые Марина Колесникова говорила еще до выборов, когда вспоминала о нынешнем правящем режиме. Долбить, долбить, долбить. Долбить в политическом направлении, долбить на дипломатическом фронте, долбить в экономической сфере. Опять же, соглашусь с Петром, но надо делать это все очень аккуратно, потому что если перегнуть палку, ответка прилетит, да, Лукашенко пошел в разнос, все, тормозов нет. Поэтому, если перегнуть палку, опять же, может быть хуже. Но какое-то давление обязательно должно быть, и тогда, ну, может быть, что-то улучшится. Хотя я в это не очень верю. Ну, сейчас идет прямая война, да, может быть, там, без взрывов в Карабахе, но идет война. И во что она выльется, трудно сейчас сказать. Спасибо. Юля, да? Да, у меня был еще вопрос тоже ко всем нашим спикерам. То есть, журналисты сейчас работают в совершенно невероятных условиях во все, потому что вот к этому всему безумию политическому добавляется пандемия, которая тоже ограничивает во многом наши возможности. То есть, уже, смотрите, три месяца, да, по сути, без нормального отдыха, без, я уже не считаю то время, которое было до выборов, оно ведь тоже было непростым. по этому вопросу расскажите сейчас, пожалуйста, что происходит в редакциях. В каких, то есть, вы работаете на удаленке или вы все же вместе? Какая атмосфера? Как удается поддерживать вообще вот эту атмосферу внутри редакции? Обязательно попытайтесь ответить, пожалуйста, на вопрос. Если сейчас в чем-то, ну, я понимаю, что это немножко глупый вопрос, но в чем можно помочь именно для вот в этом, для поддержания атмосферы, то есть, что бы сейчас вам облегчило вашу работу в редакциях? Допустим, у вас есть волшебная палочка и можно все. Вот с таких позиций ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. на самом деле проблем много и вроде бы странно, да, Турбай такой большой, но у нас была ситуация, когда, например, два журналиста на сутках сколько-то болеет, ну, и как бы сейчас люди действительно очень много болеют, вот, плюс, как известно у нас непонятный статус и мы не рискуем людей, ну, в смысле непонятный статус, то есть на данный момент у нас отсутствует статус СМИ, мы сейчас не рискуем людей, не выпускаем на акции, которые не имеют корочки СМИ. Вот, поэтому проблема с людьми действительно есть, их мало и, конечно, люди устали. нам помогает наш HR-отдел, ну, тут опять-таки мы в наиболее, может быть, из коллег в наиболее таких, не знаю, благоприятных, что ли, условиях находимся, если можно так выразиться, да, потому что Тутбай, это большая компания у нас, HR-отдел, который помогает нам, они и работают по адвокатам, и они же подыскивают психологов, если нужна какая-то помощь, то есть я знаю, что ребята обращаются, это достаточно эффективно. Вот, я могу с теплотой вспомнить концерты, которые проводились, поддержку журналистов, это возможность, ну, как-то расслабиться, переключиться, переключаться вообще очень полезно, но опять-таки в условиях пандемии, это, ну, наверное, не знаю, в субботу, когда более спокойная ситуация, смотаться в осенний лес, что ли, вот такие вещи. Мы работаем в основном удаленно, то есть несколько человек у нас работает в офисе, но по утрам мы всегда проводим планерку удаленно, вот в Teams, и оценить состояние каждого, конечно, довольно сложно, потому что удаленно, в общем, все с выключенными камерами, но вроде бы каких-то пагических настроений, как я уже говорила, в самом начале нет, но то есть в любом случае я всегда говорю, ребята, если вы чувствуете там, что у вас какая-то критическая ситуация, то вот обращайтесь к HR, он поможет там с психологом, но я знаю, что такую поддержку с психологами, например, Баш предлагает тоже, вот, если, но в целом состояние такое, знаете, рабочей злости, наверное, у людей, хотя, ну, блин, когда это длится уже три месяца, ты, в общем, ресурс исчерпывается, это правда, хотелось бы понять, как можно перезарядиться, то есть этот вопрос меня тоже беспокоит. Ну, плюс еще, да, вот эта ситуация, когда, допустим, Вадим Замировский до сих пор без техники сидит, потому что он отсидел на сутках, потом его дело, мы обжаловали решение по вот этого районного суда, обжаловали, естественно, безуспешно, однако технику ему не вернули, несмотря на то, что административный процесс в отношении Вадима закончился, да, то есть вот эти постоянные угрозы, они тоже есть, да, то есть человек, мало того, что человек попадает на сутки, он еще, как правило, на довольно длительное время оказывается без техники, опять-таки, если ему повезло, эта техника уцелела. Можно я быстренько дальше отвечу и убегу на прямой эфир? Да, конечно. Простите, пожалуйста. Ну, у нас в редакции несколько человек переболело, ну, если мы говорим о ковиде, они сейчас вот пока что ходят, в том числе и я, в офис, ничего особо не боясь, вот, ну, через месяц начнем думать, соответственно, о том, чтобы отправить их на удаленку, вот, все остальные, ну, как бы добровольно, добровольно, принудительно ушли на удаленку. Ну, мы это уже проходили с марта по июль и все отработано, как бы это на нашей работе никак не сказывается. Что касается психологического состояния, то, конечно, да, все очень плохо, ну, нет, плохо сказал, да, все сильно устали, вот, ну, то есть, если первый месяц там всех тащило вперед ощущение того, что мы сейчас победим, то, значит, теперь уже, ну, очевидно, что это все очень надолго, очевиден, очевидна угроза, очевиден прессинг, ситуация с коррупунктом и аккредитациями тоже не добавляет какой-то радости, да, но в целом я вижу, что коллектив как бы друг за друга держится, вот, у нас немного людей, все все понимают, вот, ну, и не надо заставлять людей, не приходится заставлять людей выходить, ну, вот, условно говоря, на акции солидарности, на те же марши, да, люди сами хотят это делать, потому что понимают, что, ну, таков путь, да, журналистика вот такая сейчас, вот, поэтому, ну, я бы оценил психологическое состояние редакции как выше среднего, вот, наверное, даже никто из нас к психологам пока что к психотерапевтам не обращался, насколько я знаю, вот, с другой стороны, не могу сказать, что не возникнет такая необходимость, ну, в каком-то ближайшем будущем, спасибо, Павел, ну, хорошо, прямого эфира. Спасибо большое, да, я побегу, да, он в два уже должен был начаться, чуть-чуть опаздываем, но это нормально для прямого эфира. Все рад был видеться, коллеги, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Петр, Виктор, да, я могу попробовать немножко рассказать, на самом деле, вот, когда Мария говорила, вот сначала ковид, потом вот эти все забытия, я тоже задумался, подумал, ничего себе, оказывается, мы же тут фактически вот уже год скоро в таком режиме. На самом деле, вот мы работаем, вот это один из пунктов вопроса, мы работаем на удаленке давно. У нас в офисе работает административная часть, я как директор, бухгалтерия, и работала видеогруппа. значит, на сегодняшний день осталось только, да, я, рекламщики и бухгалтерия, все остальные работают, на удаленке. Это важно и хорошо, еще и потому, что люди живут рядом со своими рабочими местами, и если вдруг что-то случается утром или ночью, люди сразу могут, так сказать, вступить в бой. я хочу сказать, что к психологам мы пока не обращались, мы, у нас, да, очень тяжело было последний месяц, когда постоянно было наше давление, вот это вот, и когда случилось, это первая неделя за месяц без арестов, когда вот никого не арестовали, мы, я купил мясо страусов, меня фермер знакомый забил, а это шикарное, просто, крутое очень мясо, мы собрались и пожарили шашлык из страусов, все были довольны и счастливы, когда еще попробуешь шашлык из страуса. То есть, мы внутри сейчас каким-то образом сами себя попытаемся, стараемся поддерживать, но что я очень, очень хочу сказать, это то, что все-таки действительно огромную роль в микроклимате, в команде, всегда играет общий настрой и взаимоподдержка. Я вот абсолютно горд теми ребятами в нашей редакции, в принципе, все редакции наши, особенно вот такими людьми, как Анна Яштас, наш главный редактор, и муж ее, Денис, которые два раза арестовали, они выходили и просто сразу же в этот день возвращались в работу. И просто сразу же в этот день возвращались в работу, и это, и вот, как Марина говорила, у них состояние такой рабочей злости, да, у нас немножко не так, у нас скорее это состояние такое, настрой, такое выполнение своего долга. Вот то, что я уже говорил, что просто настроение такое, что это просто наша работа, настроение и осознание того, что это просто наш долг, его просто надо делать, если ты просто не в состоянии его делать, значит, ты можешь просто уйти, а если ты не уходишь и находишься на этом месте, значит, ты просто это делаешь. А дальше будь, что будет, делаешь, что должен, и будь, что будет. Ну да, к сожалению, К сожалению, мы не без потерь прошли это время, потому что, ну, кто следит, может быть, заметил, у нас изменилась работа видеоотдела, мы видеогруппу потеряли практически в полном составе, у нас была очень серьезная команда по видео. К сожалению, эти люди все были раньше работали на Первом городском канале, и, видимо, что-то, ну, в общем, все они ушли. И тоже один из крутых моментов работы именно от остальной редакции в том, что все, что может быть в этом направлении делать просто журналисты из редакции, хотя бы просто новости зачитать, либо где-то что-то снять, это теперь делают просто другие люди, которые, в общем, до этого даже не были обучены и для этого не были приспособлены. А мы сейчас пытаемся найти замену тем сотрудникам, которых мы потеряли, но это в настоящее время очень нелегко, потому что люди, ну, побаиваются. Поэтому, конечно, как бы общий резюме, оно такое, что те, кто готов держаться, те держатся. Команда может справляться со многим, если люди друг друга поддерживают. Но без потерь, как бы, не обходится такой ситуации. Спасибо. Сейчас, я так понимаю, моя очередь, если есть еще время, да? Да, да, пожалуйста. В редакции Брестской газеты настроение предпраздничное. Правда, его в любой момент могут испортить. Это понятно, кто. Но предпраздничное, потому что 18 ноября Брестской газете исполнится 18 лет. Вот думаем, как отмечать нынешнюю ситуацию. Ну, а если серьезно, я бы хотел обратить внимание на журналистскую солидарность. Она в Бресте очень ярко проявилась. Если раньше, до вот этих событий, ну, мы, конечно же, знали друг друга, здоровались друг с другом, но в какой-то мере там были конкурентами, то сейчас образовался такой определенный пул друзей, единомышленников. Вот я вам показывал разворот нашей газеты, где были представлены турецкие журналисты, которые работают на акциях. У нас есть свой чат в Телеграме, куда мы сбрасываем всю актуальную информацию, если где-то там суды, где-то еще что-то. Ну, то есть все, что касается нашей профессии, то, что помогает нам работать. То есть, когда кто-то кого-то сажает на сутки, над кем-то суд происходит, естественно, вся команда в это время в суде. Выходит в суд от человека, значит, все его встречают. То есть, вот я считаю, что это очень хорошо, что в такую трудную минуту проявилась вот эта журналистская цеховая такая солидарность. Что касается редакции газеты, у нас пока никто не уволился. Наоборот, мы даже приняли на работу несколько новых человек. Естественно, финансы большего нам не позволяют, но поскольку очень много работы и работы под давлением, эта трудная усталость накапливается. К психологам тоже у нас никто не ходил, пока, скажем так, справляемся своими внутренними ресурсами. Но неизвестно, как оно может повернуться, потому что, опять же, ситуация такая, никто не застрахован ни от каких проблем, потому что, когда одна сторона ограничена какими-то жесткими рамками, а другая сторона, ну, скажем так, противостоящая, противоборствующая, не имеет никаких ограничений вплоть до убийств, ну, трудно говорить, как оно будет дальше. Пока настроение нормальное, рабочее. Что будет дальше, поживем, увидим. Извините, я тоже хотела сказать про журналистскую солидарность, и то, что она работает между коллегами всех изданий, все сплотились, и уже нам важно не столько там показать, кто круче, там, одно издание или другое, да, мы видели там поддержку и в судах, и в, там, на Крестино, то же самое, вот, а важно просто показывать то, что происходит, то есть, чем будет больше фото и видео, и не важно, кто сделает это фото или видео, да, важно, чтобы оно было, чтобы мы могли показать, а не важно, там, одно издание или другое, чтобы мы могли показать в деталях, что происходит в стране, чтобы эти детали сохранились и, ну, остались в истории. Спасибо большое. Спасибо большое. К сожалению, моему Марина Коктыш так и не сумела к нам подключиться, потому что у нее дурдом, и все понимают, поэтому я бы, наверное, мы же заканчиваем, Антон, да? Да, 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 ну надо заканчивать. Я бы хотела просто на финиш сказать, что вы знаете, понимаете, что сейчас происходит с народной волей, что это одна из четырех газет, которые были остановлены, печать и распространение, четыре центральные газеты попали под эти санкции. Народная воля, значит, кроме народной воли, это «Белорусская комсомолка», это «Белгазета» и «Свободные новости плюс». И народная воля в этих условиях была единственной газетой, кто продолжил печатать газету в России и распространять силами волонтеров. И вот сегодня это пробуют пресечь. Посмотрим, что будет дальше. Наши приключения не заканчиваются, да, мы готовы к дальнейшему. Спасибо огромное всем-всем, кто сегодня принял участие, кто и спикерам, и слушателям. Очень хочется, чтобы наша история продолжалась более позитивно, и я нам всем этого желаю. Да, спасибо всем огромное за участие. Спасибо. И всем сил, удачи и успехов. И держитесь. Спасибо. Всем до свидания.